Ну, опять про волшебную таблетку. Но она же в кавычках. Вот мы с Потаповым, с нашим режиссёром. Володя Потапов, он, конечно, гениальный человек. Он мне говорит, если ты хочешь расширить аудиторию, школу, человек будущего. Я говорю, ну мы же там написали в кавычках волшебная таблетка, потому что это виртуальная таблетка. Это образ такой максимально полезный, который сами люди формируют, отвечая на некоторые вопросы там на вебинаре. Сами создают этот виртуальный. Он говорит, ну людям многим, которые не в твоей школе, если ты хочешь расширить школу свою, она такая прекрасная, говорит. Так что же, говорит, там не так, я его спрашиваю. Он говорит, ну ты пойми же, надо же объяснить, почему ты написал волшебное в кавычках, потому что это виртуально. Я говорю, ну да, я же там написал виртуально. Да нет, говорит, не все это понимают. Они тебе сразу в эзотерике, они тебе сразу там в тех, которые лекарства принимают. Ещё вот, теперь ещё и доктор Али, волшебная таблетка, пошёл по моде. Объясни им, вот же что такое проблема коммуникации, потому что без общения на самом деле не получается лучшего понимания. Не получается. Поэтому эта волшебная таблетка в кавычках, это виртуально, это некий образ, который создаёт каждый человек у нас на вебинаре. И который сам себе создаёт такую стратегию, с помощью которой он потом в любой момент может страх, стресс, любое негативное переживание трансформировать в позитивное. Вот же о чём речь идёт. Ну молодец, Потапов, ну что тут скажешь. Оказывается, людям не всем понятно, потому что слово волшебная таблетка, это как красная тряпка на быка, уводит сразу от понимания, что она в кавычках там стоит, что там другой подход совершенно. Но об этом я сейчас и говорю. Потапов, спасибо тебе большое.